Сингапурская биржа взяла на рассмотрение краудфандинг. Таким образом, они нарушили свою традицию, они всегда были степенны в своих решениях. В последнее время они стали стремительно поощрять малый бизнес и стартапов. Они решили сфокусироваться на народном финансировании, краудфандинге. Также была создана компания, которая населена на малых и средние предприятия. Она поддерживает их развитие и противостоит компаниям, которые склонны к бюрократическому и серому подходу в управлении. Они не поддерживают их стремление попасть в список общественных организаций. Такой подход не совсем характерен общепринятым понятием рынка Юго-Восточной Азии. Это более похоже на бизнес-подход западных стран. Израиль также придерживается подобной тактики. Тель-Авив был одним из первых, кто решил присмотреться к краудфандингу. Кисси Джи Холнес намерен рассмотреть будущие перспективы «Ходспот». По итогам этого финансового года третий квартал стал для них не самым успешным. Они понесли убытки на сумму 9,6 миллиона долларов. Возникает вопрос, будут ли они продавать «Ходспот». Несмотря на убытки по всем операциям, их ежеквартальная прибыль стала 15%. Генеральный директор заявил, после сезонного спада в июле-августе, в сентябре мы столкнулись с большими трудностями. Повышенные уровни по улучшению цен оказали дополнительную нагрузку на наши доходы. Тем не менее, в течение квартала мы увеличили долю рынка от консолидированного акционерного объема США. И нам удалось добиться важного прогресса в некоторых других стратегических классах активов. По состоянию на 30 сентября этого года Кисси Джи Холнес владели денежными средствами на сумму 540,5 миллиона долларов. И у них было 1152 штатных сотрудника. И на тот момент их доля акционерного капитала составляла 1,5 миллиарда долларов. Торговая платформа по бинарному опциону от компании Treadologic совместно с брендом онлайн-игры SBOBIT запустили новый проект. Такое взаимодействие связано с тем, что SBOBIT решили дополнить бинарный опцион к своим онлайн-игровым продуктам. В очередной раз это стало предметом дискуссий. В центре обсуждения противостояния между играми и торговлей. Некоторые считают, что процесс ставок строго подвластен руководству финансовых рынков. Другие же поддерживают стремление со стороны онлайн-игр. Компания Treadologic всегда работала над развитием игрового процесса. Буквально в начале этого года они выпустили два терминала наземного образирования. Они это сделали, чтобы показать, насколько их продукт подходит букмекерским компаниям. Генеральный директор компании Treadologic сказал, Их отличительный бренд еще больше укрепит наши позиции в качестве ведущего поставщика программного обеспечения в этой индустрии. Также данное взаимодействие говорит о том, что они стремятся к развитию своего бизнеса. Они населены добавить в свой товарный портфель финансовые вставки по бинарному опциону. На сегодня все. Мы смотрели обзор основных событий индустрии, которые для вас специально подготовили Дукаскопи ТВ и Липрейт. До свидания.